привет сегодня мы с вами продолжаем разбирать блендер с работой для gta 5 конкретно плагин solums в этом видео мы не будем говорить совсем совсем про основы потому что мы делали это прошлом видео как создать свою модель соответственно если вы его не смотрели лучше посмотреть потому что интерьеры это комплексная непростая вещь которой подходить лучше с пониманием и осознанием трепетно однако это видео также будет полезно для тем кто переходит с макса на блендер хочет просто дополнить продлить свои знания макса или полностью перейти на блендер также тем кто с нуля хочет создать свой интерьер для gta 5 последствий для gta 6 и хочет именно на блендер это делать то это видео тоже конкретно для вас я оставлю ссылку на туториал по максу на русском языке в описании если все-таки вы на максе хотите если вдруг вам хотелось бы меня поддержать что совершенно не обязательно вы можете сделать это через бусти ссылка в описании это открывает вам отдельный чат доступ к файлам роль дискорде за отдельную тир возможно даже созваниваться со мной чтобы решать ваши модерские проблемы соответственно хотел бы поблагодарить существующих бусти подписчиков на самом деле в прошлом потому что я давно не выпускал видео это вадим павлович тело сет прентис мраку на таку для фрут лакер хани флоу дириди банник и нику также отдельное спасибо моим большим таким спонсором это масленок и сэнти они вообще каждый месяц хорошей суммой поддерживают теперь через бусти большое им спасибо если вы хотите разобраться в блендере основательно то конечно я рекомендую вам посмотреть евгения гриппинского которого все знают конечно нашем комьюнити классные очень видео нам очень повезло иметь его на русском языке обязательно посмотрите и ваши границы знаний блендер обязательно расширится что однозначно поможет вам при этом видео тоже ну и вообще при вашем моделировании моддинге однозначно а начинает на все конечно с установки код walker а ссылку я на свой дискорд оставлю в описании там можете перейти дискорд канал код walker где вы качаете соответственно код walker именно через него ведется вся работа с блендером с плагином solams ссылку на скачание словом естественно тоже оставлю в описании он останавливается как и любой другой плагин блендер что же принцип работы всегда один и тот же такой же как макси такой же как и здесь вы сначала находите здание гипотетическое куда хотите вставить интерьер ну поскольку вот тут мы заспавнились давайте где-то тут и найдем здание ну вот давайте вот это вот это здание тут вот такая дверка тут есть окошко то есть так прикольно прикольный пример который показать можно что мы делаем смотрите всегда запоминайте вот от сейчас запоминайте шаги потому что шаги всегда будут одни и те же для любого интерьера который вы делаете как только определяетесь с местом с которым хотите работать дальше куда вставить и свой интерьер ставите на рабочем столе папку или где вам удобно любым названием ну скажем first solams mlo mlo multiple level object это интерьер интерьер это соответственно здесь я создаю папку initial обычно то есть тут все мои изначальные файлы а рядом я создаю папку прогресс чтобы сохранять шаги шаги обязательно сохранять вам много времени это спасет поверьте мне особенно если вы новичок обязательно сохраняйте все шаги и вот давайте скопируем вот этот вот путь control c и начнем нашу работу вот мы определились ну основа кодбокера это конечно видео про кодбокер но в асд вот у нас на т тулбар тут курсор мы его используем чтобы узнавать имя файлов то есть такой интерактивный наш помощник для gta соответственно мы правой кнопкой выделяем какой-то объект с этой зеленой коробкой называется boundary box границы рендера мы его двигаем и это явно не наш экстерьер а что нам нужно нам нужно взять экстерьер потому что в него мы будем вставлять интерьер соответственно должны взять его как сущность как часть как одну модель один объект вот это все еще не он это грязь вокруг модели это часто готово всегда так будет что тяжело с первого игры выбрать здание вот тут все равно мы что-то другое выбираем и на какой-нибудь там уже пятый раз об это наше здание что мы делаем тогда смотрите тут стрелочка нажимаем тут selection ну соответственно выбор вот это название название модели моего копируем и в папочке куда вы скачали code walker вот например до последний вы его открываете и у вас будет code walker rpf explorer это аналог open а и программу которую наверняка вы смотрели видели не слышали если увлекались моддингом и и мы вообще не используем и не трогаем для сулам за и блендера вообще теперь что мы создаем мы включаем этот мод это включает режим редактирования вы здесь никогда не трогайте ванильные файлы это просто запрещено вы что-нибудь себе сломаете но именно здесь мы осуществляем поиск файлов по игре gta соответственно global search ищем и вот он находит в айди арти значит дробал то есть модель мы ее открываем убеждаемся что это она действительно это она что мы делаем дальше правой кнопкой мыши экспорту xml и соответственно вот в этот путь который мы скопировали уже откопировали мы его отсылаем и файл становится ydr xml то есть он просто переводит все вы можете блокнотом открыть в xml формат потом мы открываем эту модель еще раз и идем в materials и когда мы открываем materials мы можем сэй пол текстуры вы можете создать папку текстуры если хотите можете прямо сейчас кидать но смысл в том что вы нажимаете save all textures и сюда же все отправляйте и вот он вам про и все текстуры формате dds плагин для windows чтобы смартсматривать dds текстуры и для photoshop а я оставлю в описании вы просто выкачаете перезагружать компьютер вообще ничего делать не надо или вы можете пользоваться онлайн конвертерами любого формата перевода просто dds просто загуглите png dds так далее это необходимо для работы с gda соответственно запускаем наш блендер смотрите еще один раз отсылаю вас посмотреть евгения гриппинского чтобы я вам сейчас не рассказал про настройки хотя бы навигации отличное видео у него все понятно потому что у меня навигация стоит как в максе чтобы поставить ее также то есть например на аль средняя мышка что вращение посмотрите начал моего прошлого видео как создать свою кастомную модель в солом с блендер вообще его обязательно посмотреть перед этим если вы прям хотите серьезно заниматься моддингом то сразу прыгать в интерьер и тяжело то видео попроще но можете начать и с этого принципе давайте перейдем непосредственно к плагину soloms соответственно мы нажимаем английскую клавишу в и им чтобы открыть наш soloms плагин меню и мы импортируем код вокер xml который мы только что экспортировали все просто вот наша модель она без текстур сейчас как отключить смотрите нажимаете вот сюда вот viewport shading viewport shading такой какой вам удобно ну наверное все таки вот этот больше удобный 3 или на английскую кнопку клавишу з нажимаете это же там будет выбор этого меню на колесико теперь что мы делаем находим наше место она ну вот она и видим что текстур не хватает от фиолетовый наш текстур нет но мы их экспортировали что за дела вы действительно такой есть баг нажимаете английскую и еще раз find missing textures и ведете туда же потому что туда же мы только что экспортировали такие текстуры и нажимаете find missing дальше найти не совершить текстуры и он их находит потому что мы опять экспортировали вот часть импорта самая простая часть одну часть экспорта тоже будет довольно простая теперь давайте небольшое редактирование то есть вот вы нашли место давайте добавим сюда интерьер например перейдя вот это вот окошко вы можете включить сетку то что в 3d max и на f4 но правой кнопкой я назначил ее на quick favorite то есть теперь нажимаю kill могу включить выключить q значит quick то есть 3d max это вот окно f4 понида включать выключаешь сетку но естественно это помогает чтобы редактировать наш вот мы видим полигоны треугольнички смотрите вы выделяем нашу модель и нажимаем tab tab переводит нас в режим редактирования edit mode это аналог перехода в editable поле 3d max и теперь можем редактировать объект никак целиком а как его совокупные части по вершинам по углам по полигонам и так далее вот мы переходим в этот режим соответственно зачем чтобы редактировать модель потому что нам необходимо это сделать мы вырезаем сначала дверь смотрите выделяет естественно через shift x это такая клавиша для удаления в бандере быстрое прям под пальцем вас находится соответственно мы удаляем что полигоны faces и для окна тоже самое мы сделаем окно его удалим вот тут у нас находится тоже нежелательная геометрия запомните интерьер и экстерьер должны быть жестко разделены это по правилам игры так это не желание это обязательство соответственно никакая часть интерьера не должна залезать в экстерьер и наоборот поэтому вот эту часть нам придется удалить опять же через x и вот эти вот части какие-то тоже торчат да мы их тоже удалим и всегда есть у вас такая ситуация удаляйте все что не хотите вы чтобы находилась вашем интерьере запомнили интерьер и экстерьер и экстерьер раздельно всегда теперь смотрите нам нужно залететь внутрь чтобы редактировать может там колесико как-то зумится направляться ну это не так тяжело сделать но это не слишком удобно поэтому я вам рекомендую перейти вот например на крышу выбрать парочку полигонов через shift нажать английскую эйч русскую r то есть хайт и вот так вы можете спрятать крышу чтобы раз спрятать alt h alt high ну или control z чтобы вернуть все обратно вот так у нас более как бы открывается хороший вид то есть нам так удобнее будет работать теперь смотрите если вы работаете моим методом то есть вот так вот вам очень легко вырезать дверные проемы вот у вас уже есть геометрия и вы продлевая ее я всегда вам так рекомендую делать то есть если бы вот этого проем не было мы бы продлили просто с вот этой части да то есть стену вы продлевая ее начинаете создавать свой интерьер сейчас по пути видео поймете насколько удобно и зачем нужно давайте мы начнем это делать как это делать смотрите английская кнопочка и и значит экструд да делайте экструд и по какой оси нас ось y нет ось x нажимайте и x экструд и по оси x вот вас идет ваша первая стена land работает по-другому не как макс но вы можете включить режим pivot point то есть вот так тоже двигать но я рекомендую все таки блендере делать так это тоже на самом деле в чем-то удобней соответственно мы тоже самое делаем со второй стороной экструд по x и теперь экструд по y другую сторону смотрим чтобы не задевать внутреннюю часть окна на и тут у нас геометрия в геометрии чтобы не заходило ну и давайте вторую часть тоже модифицируем то есть там уже не экструд у нас да у нас геометрия не должна продал ну вот так вот продлеваться создаваться дополнительно геометрия мы просто гау делаем гау x ну и скажем этого нам достаточно и гау вай опять точнее тут нам уже нужна дополнительная геометрия как видите конечно же x root 2 и мы думаем ой как нам примерно сравнить этой части но здесь включаются snap и то есть привязка как у нас вот в макси есть до по вершинкам привязка мы включаем на английскую с и можем вот так вот вершину к вершине привязать естественно это для точности и простоты работы и ну конечно бандери тоже есть вот тут вы должны включить привязку для вертексов вершин включить ее на shift tab но можете нажать вот как бы вот тут и что вы делаете вы просто берете от вершинки гол лай и вот вот посюда он у вас привязывает и теперь они действительно на одной как это ширине длине теперь вы чтобы их соединить можно просто вот через shift выбрать 2 и bridge edge loops гораздо проще чем там опять экструд что-то вести а вот тут вы можете просто нажать f тогда и вот тут надо будет правда нажать f поэтому проще все равно сделать ну опять можно тут f нажать ну или опять же bridge edge loops да то есть несколько возможностей все довольно легко делается блендере но не спешите вы думаете а ну и потолок также делаем это будет ошибкой новичка потому что потолок не должен быть размером с дверной проем размером с дверь поэтому вы берете вот так вот по кругу вашим через alt это можно сделать но он вас выделяет alt z кстати перейти в режим прозрачности он у нас выделил не необходимое и через control мы раз выделяем и теперь мы должны не через гол вот добавить а именно через экструд добавить геометрии по z то есть и z ну по высоте уже как хотите мне нужно пример вот так альцет что выйти из режимов прозрачности зачем я продублировал чтобы сейчас суметь сделать вот так вот вот это нам кстати не нужно чтобы сейчас опять же сделать простой бридж ведь как у нас крут нас готов дверной проем готов вход готова наша комната осталось давайте например вырежем окно покажу вам как добавить окно тоже в gta это конечно нужно и важно много кто в блендере вырезает булли нам я использую так же как в максе quickslide здесь это как бы knife key английская и просто режете с такой точностью с которой хотите там можно по углу резать ну как хотите но я например сделаю вот просто примерно да вот их соединю нажму enter и теперь просто также точно также с привязкой я go привязку включения с повершенным go y вернее white of внутрь нам в они нужно go x go z стало куда надо go x go z go x go z то есть нам не принципиально было точно резать тоже теперь просто берем и удаляем этот наш полигон но перед этим хорошо бы нам соединить геометрию ведь нас как-то разрывает это туда идет и туда идет что мы делаем мы просто выделяем угловые наши вершинки через shift и английскую f вы соединяет ведь все совсем несложно и не страшно и теперь же когда нас правильно хорошие пологе мы удаляем полигончик ровно-ровно и вот нас такой же классная окошечка появилась наш интерьер и теперь уже вы можете теперь уже будет целесообразно делать потолок выделяете edge то есть приходит режим edge 2 через shift выделяете и вот f да наш интерьер скажем так допустим не готов почему давайте спрячем чтобы еще с ним работать спрячем наш верх почему не готов я хочу сделать еще одну комнату сделать это несложно а нужно нам это для того чтобы я показал вам как работают порталы комнаты в gta настраиваться через блендер это очень важно и нужно выбирайте там сегменты control-r чтобы добавить как connect в максе и вот ведете его там например вот сюда какого размера вырезать там дверь например вы можете открыть сайт webmaster ссылка в описании найти там door просто любая дверь импортируйте в блендер нужно цифровать по объектам по моделям взять просто любую который вам нравится и по ней уже вырезать масштаб но нам сейчас ваш штаб не имеет значения поэтому поисок вы вырезали дверь ошибка новичка опять же не спешите сразу делать комнату extrude и то есть по игреку делайте до дверного проема для двери на проем и теперь уже например взяли extrude ауай да и сделаем такую небольшую комнатку просто чтобы продемонстрировать как все в gta настроено и работает опять go z extrude z посюда и опять extrude посюда чтобы вот эти вот части мы соединили ну как и тут собственно вот теперь точно наш интерьер готов технически мы его настроим а внешне скажем нас ну устраивает всегда в любом случае вас наверняка будет больше чем одна комната вот я вам покажу как это сделать теперь мы с вами что сделали модель геометрию визуальную часть сейчас очень-очень ключевая важная часть которой у всех новичков проблемы она начинается уже здесь как вставить интерьер в игру да то есть точно вот нам надо чтобы он стал ровно здесь потому что я напомню мы отмеряли вот четко от углов от границ как нам сделать так чтобы он стал ровно туда куда нам нужно как это сделать для этого опять нам пригодится код walker возвращаясь с него вообще никогда его не закрывайте нажимайте control н чтобы создать проект это окно проекта здесь мы обычно работаем когда нам надо что-то сохранить они просто взять данные вот когда мы опять берем наше здание да пока до него когда копаемся снова вспомнил где она там лежит мы как раз и увидим где она лежит название нашей модели и сверху часть вай мэпа который он является оставлю ссылку в описании что означает все файлы вай мэттом и так далее вай мэп это сущности проб и объекты заспавлены в реальном мире просто в объект окружения дом столб дерево кран все что вокруг а все что внутри это войти вайпи то что мы сейчас генерируем зачем мы это сделали мы берем название нашего файла и точно так же идем в арке of explorer мы его нашли берите тот кого размер больше потом экспорт xml ну и собственно туда же открывайте ваш блендер может выйти из режима редактирования на tab и импортите этот вами по xml и внимание объект у вас перемещаются туда где они стоят на карте gta понятно то есть у вас все переместилось туда как в игре у вас обычно это будет дальше я просто близко к нулевым координатам взял но у вас это может быть где-то далеко и для этого нажимайте можете выбить выделить объект нажать на точку блендере чтобы у вас туда телепортировала это как вот в максе нажать английскую клавишу за что вас телепортировала к объекту это удобно в нашем случае это нас все под носом поэтому зачем это сделали поскольку теперь экстерьер стоит на реальных мировых координатах который мы взяли из игры наш интерьер тоже теперь стоит на реальных игровых координатах соответственно мы просто сейчас его отделяем записываем координаты на которых он стоит и все мы просто запоминаем что он стоит вот в этой точке в мире и вставляем эти координаты уже соответственно дальше непосредственно в код локер у нас будет самый точный импорт интерьера в игру хирургический точный смотрите давайте откроем тут хера и иерархию и вот спячем карт generator даже можно делить херарки потому что они не нужны это вот где машины спавнится и перейдем непосредственно к работе с нашим позиции нашего интерьера допускать если у вас там не получается приблизиться к интерьеру вас камера замедляется shift и нажмите у нас reset нет камеру соответственно что у нас теперь внутри вот наша модель мы ее должны отделить сначала как часть геометрии мы просто вот берем любую часть который мы отредактировали и нажимаем control l это select linked l потому что link ну соответственно все английское и он выделяет все что мы его наделали вообще вот можно go z и определить что действительно это так и теперь мы просто как я вам говорил все правой кнопкой мыши правой кнопкой separate selection то есть то что мы выделили и вы можете подумать хорошо мы отделили но почему его нет в сцене а наверное это часть иерархии экстерьера и вы будете правы но в максе например если у нас что-то является частью иерархии в нашей сцене вот упс вот например мы открыли гимс и заспавнили даме пустой объект в него кинули модель вот здесь мы двигаем даме за ней двигается модель мы хотим убрали хотим добавили ничего не меняется в блендере естественно надо было сделать по-другому и если вот наш xtr мы должны за шат зажатой клавишей shift только так добавляется выделяете из иерархии выкинем его опа у нас кто-то исчезает он нас не исчезает он уходит на нулевые координаты как бы сбрасывает значение трансформации ну так они блендеры сделали по умолчанию почему-то поэтому нам нужно с выделен нашим объектом нажать alt и и здесь мы должны как бы очистить родительская материнскую такую связь отделенного объекта с нашим объектом зачем это дело непонятно так надо сделать поэтому нажимаем alt и нажимаем очистить эту связь но сохранить трансформацию то есть координаты размеры так далее кликаем и все он нас теперь уже реально отделился от той иерархии теперь и только теперь мы можем нажать на английскую клавишу n и вот здесь у нас будет трансформ в огне item у нас тут координаты они сейчас совсем еще не совсем верные потому что вот это видите . который невозможно найти вот это оранжевое это pivot point который нас тут в максе отлично виден тут он такой маленький мы должны центрировать его по объекту это смотрите ну в максе напоминаю вот нас лежит наши координаты где всегда видны вот мы центрируем на ноль наш объект на ноль но не так как нам нужно потому что pivot gizmo должен стоять по центру если мы двинем его в центр то наш 0 это теперь вот здесь соответственно координаты буквально меняются от того где стоит ваша точка интереса поэтому ее мы тоже двигаем здесь это опять же все правой кнопкой мыши в объект мод здесь она называется мув origin set origin то есть она здесь называется origin point origin to geometry и тут он в центр геометрии поместит аналог опять же максов ского эффект пивот он ли центр to object понятно и теперь уже у нас реальные координаты нашего интерьера после альт пи как мы его оценили от материнского объекта после того как центрировали пиво только сейчас вы например открывать ваш notepad буквально блокнотик и пишите вот так вот , именно в таком формате потому что нам вот так удобнее будет вставлять через запятую и ну пока вы держите открытый сохраните неважно просто потом мы этим воспользуемся и уже после вот этого да вы можете ваш интерьер отправлять на координаты 0 0 0 то есть так 0 0 0 и все вы можете работать с текстурированием ну вообще не рекомендуется отправлять вот такие вот интерьеры которые повернуты то есть для себя экспортирует поэтому можете нажать rotate а ну вот у нас 20 градусов тут можно ничего не rotate можно просто обнулить но запомните что вы повернули его на 20 градусов по z понятно да то есть мы отправляем из программы с нулевыми параметрами ротации это нам нужно поверьте сейчас увидите почему когда будете настраивать но в игре мы поменяем обратно то есть ротацию нашу на 20 градусов повернем тоже можете куда-то записать например вот так вот зи минус 20 до то есть ротация по z вращение минус 20 градусов продолжаем сейчас такая часть текстурирования то есть у нас с вами модель уже готова и она носит gta материалы смотрите чтобы конвертировать в gta формат что вам нужно сделать давайте во первых переименуем чтобы не путаться что на сцене переименуем на first salams shell shell это английского скорлупа панцирь это то что называется стены пол потолок вот в игре shell так именуется смотрите перейдите модификатор во первых все это очистить нам нафиг нужно это у нас у ант материнского объекта взял если у вас есть dependencies они вот или constraints тоже их все удаляйте зачем мы сюда перешли смотрите мы начинаем текстурировать для этого переведем объект в gta формат я вам напомню что вот иерархия в блендере у нас что у вас сразу автоматически две иерархии как бы ваш даме и в ней уже геометрия вот этот зелененькая в отличие от макса где у нас сразу объект и иерархия только если мы создаем сами а тут они как бы две разные сущности по умолчанию ну так они опять же блендере сделали соответственно не путайтесь вы что мы делаем английская клавиша в окно нашего салам за конверту дробал то есть войти арк помните дробал пробу модул конвертируем в gta тип модели с выделенной нашей моделью нажимаем и он просто создал дополнительную иерархию поверх и сунул ее внутрь этой иерархии то есть ничего не конвертировал на самом деле он просто сунул иерархию иерархию создал такие родительские отношения поэтому кого этот конверт меня конвертирует немного путает но вот надеюсь меня удалось объяснить что это значит а зачем мы это сделали теперь мы можем работать с gta материалами с gta формат смотрите соответственно переходим в окно материалов у нас материалы объект которую мы отделили а вы можете легко добавить свой то есть английская клавиша n потом переходите в salams tools это наше окно инструментов salams для gta у нас с вами модель значит переходим в drogas мы с чем работаем с материалами надо нажать shader tools это материалы и здесь у нас с вами окно шейдеров самый популярный который вы будете использовать это нормал спек а то есть чтобы использовать нормал карту и спекла карту здесь давайте используем вот допустим вы хотите создать материал который использует только diffuse альбидо карту обычную вы выделяете этот шейдер и нажимаете create он на сюда его добавляет если хотите найти какой-то конкретно для для машин можете писать vehicle да тут окно поиска тоже есть зачем это сделали мы можем теперь перейти у тебя в salams и вот тут так же параметры выбрать нашу текстуру которая нужна но опять же это если вам нужна какая-то костная текстура да и опять же что давайте выберем нам несложно перейдем в наше окно и не шел где у нас наши текстуры которым экспортировали нам не принципиально какую текстуру использовать возьмем вот эту чтобы это не было и теперь выделим например текстуру пола и применим эту текстуру просто то есть нажимаем выделяем наш полигон нажимаем assign в максе я напомню существует система материал айди то есть вы вот выделяете и вот так вот заменяете текстуры по полигону а тут вы как бы выделяете все материалы автоматически применены вы выделяете и нажимаете просто assign какой-то материал понятно надеюсь к полигонам но если вы не хотите создавать новый вы можете просто вот там дошла стены вот например если как узнать выделить все control l опять же это select все select все а можно по материалам то есть какая текстура когда-то используется вот здесь здесь используется вот эта текстура соответственно все другие можем просто удалить в режиме объектов или они сами потом удаляться потому что нас текстуры не вложены на экспорте но смысл в том что допустим мы вставили свою текстуру там редактировали существующие у вас всегда будет такая ситуация как их развернуть то есть текстуры довольно просто ну кстати а кто текстур также можно открыть естественно в шейдинг вы знаете как это я все в прошлом видео подробнее разбирал ну например diffuse выбирать вот тут спеку тут бампу тут не обращать внимание на эти бесконечные узлы это опять же бледер вас путает вам важно то где написано sampler и вот здесь вы уделяете опять же текстуру которую вам нужно потом переходите обратно моделинг и продолжаете забывайте переходить в режим вот вот такой вот чтобы видеть ваши текстуры опять же конкретно про текстурирование и про нормал карты шейдера скорее было прошлом видео здесь сейчас конкретно техническая настройка мло текстурировать я думаю и так все умеете как развернуть текстуру чтобы развернуть текстуру выделим конкретный элемент control l чтобы выделить да по текстуре и переходим в окно ювей детит эдитинг ой текстура у нас совсем плохая текстура двери да давайте ее поменяем что у нас тут например что такое вот волна стена ну ее и назначим но другое дело назначили другую текстуру нажимаем в окне и вейтинг английская то есть all select выделить все умеет эти полигон давайте их развернем теперь you you we on red или можем просто английскую нажать cube и projection и вот тут можем и кстати да включаем тут не видно окно сейчас мы увидим все там и заскелим побольше сделаем придем обратно моделинг и вот нас как бы текстура наша развернута ну и там можно увидеть нажав на английскую z меня просто перебежена клавиша z я не могу включить но просто тут тоже как бы не будет вас такого будет вас виден материал теперь скажем нас тут развернуто соответственно пол развернуть также просто вы его выделяете переходите или эдитинг давайте выберем другую текстуру для пола и а для английскую you keep projection go why хочешь мне черный пол был и тут опять может даже по вершинам вот так вот развернуть по иксу по иксу опять же скей английской с чтобы скейлить да то есть опять же все легко делается ну давайте заскелим скейл по white все очень удобно блендере на самом деле в этом смысле моделинг все переходим допустим нас это устраивает выглядит не очень и я по-другому не умею и давайте делаем наш потолок обратно у нас там отцепился какой-то момент тоже надо его конечно же не будем его обижать you keep projection scale всем скажем у нас это готово а для потолка давайте тоже выделим какой-то другую текст вот рук сману roof потолок крыша как разница о отлично подходит теперь когда мы закончили с нашей моделью важно будет добавить и vertex color смотрите в максе это делать опять же проще на мой взгляд вы из его поле уделять все вершины у вас есть просто буквально color цвет вершин vertex color блендере они какой-то атрибут создали что там в общем не очень мне нравится смотрите переходите в дату с вашим объектом выделено переходите в color attributes удаляйте все прошлое обязательно и добавляйте новый фейс корр байт color color а джеби и здесь у вас сейчас 00 тут не 255 от 0 до единицы ну скажем нам нужно вот если хорошее значение то 170 по для green green this color зеленый цвет вершин самый статичный цвет это как вот для тех кто не знает отражается ваш интерьер с освещением от дня и ночи меняется нужно вот именно двигать green зеленый цвет вершин ну соответственно давайте там поставим какой-нибудь если нас интересует 0 170 0 по rgbit нас где-то это там 3 2 3 четверти скажем там 07 да это будет примерно 07 называть как хотите там green этим выходить чтобы от дня и ночи сильно ваш интерьер менял 100 red двигайте то есть искусственное солнце таким образом создается это отредактировали садов мы сделали текстурирование мы настроили в это скалеры давайте сделаем теперь коллизию что очень легко и просто делается для этого делаете ваш объект вашу модель нажимаете shift d это дупликейт значит копировать но не кликайте куда-нибудь да нажмите control z а shift d убеждайте что работает и правой кнопкой мыши то есть отмена теперь я на месте нажму гол я вижу что он дуплицировался зачем это сделали мы теперь создали как бы копию которая следует за нашим интерьером это и есть определение коллизии да то есть коллизии обязательно следует за вашим интерьером столкновение с персонажем коллизии кто не знает ну а делитесь иерархии уже знаете как альты и переименуем уже не шел афер саламс мл о памяти зачем и я вам напомню нам опять надо поиграться с иерархии потому что у нас пустой если тут нас блокад иерархии тут на пустая но делать точно точно также английской в конверту композит то есть конвертировать в коллизию гимси это делается вот так вот коллиженс композит кликаем и закидываем модель в даме а тут это вот опять же клавишка норд не опутает ну ладно перестану гугаться shell давайте спрячем все яркие арки английская эйдж спрятать теперь если двигать только наш наш коллизию она прячется но коллизия должна быть настроена отдельно должны быть материалы коллизии поэтому смотрите опять же когда работаем с саламзом английская н салам стулс и теперь нас интересует не дробал там и все закончились материалами работы теперь работаем с материалами коллизии а коллиженс и тут мы нажимаем create коллижен материал это очень важно для интерьеров смотрите если мы выделим вот стенку да то она у нас должна какой-то конкретного материала давайте это будет нас ну как конкрет это бетон мы для этого создадим отдельный материал под названием конкрет креет колличный материал выделим и нажим сайт то есть применить поэтому я выделял по материалу это удобнее и тут мы сделаем то же самое для стен вот именно для стены не случайно это дело ну ладно для потолка может для потолка давайте сделаем для прикола вуд чтобы показал вам в игре что это значит то есть вот это естественно я креет колличный материал назначить на потолок 1 вот да и на 2 давайте но самое важное нас происходит с полом это критически важно настроить для пола так называемый room айди значение айди комнаты так игра будет понимать в какой комнате находится ваш персонаж зачем это делается когда вы находитесь в одной комнате проб и модели другой комнаты должны выгружаться просто потому что вы их не видите но в реальной жизни стенка за нами да если мы жили в матрице пробы вы отгружались потому что вот нас как бы коллизия но как и настроить в игре делать это через порталы и room айди это то что сейчас мы с вами будем заниматься соответственно как они настраиваются через настройку рум айди в коллизии потому что коллизия это ваши но ваши ноги то есть коллизии пола коллизии ваших ног соприкасается и игра понимает какой комнате вы находитесь соответственно мы создаем новый который новый материал конкретно пример опять бетон и назовем его room 1 и раб арбану майдетин теперь мотаем вниз и вот тут делаем настройку солом с рум айди один это критически важно ком-то все делятся искусственным образом искусственным именно не сколько у вас комнат могли все делать одним рум айди это для оптимизации поэтому искусственным образом делится на рум айди дальше поймете также зачем а вторую комнату мы создадим второй материал называем рум айди 2 и сайт снизу тут можете настроить настройки материала то есть например там если это лестница если это там можно пострелять насквозь и не хотите чтобы было видно пуль покажу в игре вот но у дико 5 просто видео это подробнее объяснял и настройка наш коллизий здесь закончена теперь нам нужно нажать английскую v apply flag присед потому что если мы перейдем с вами в наш биви эйдж то может пить и в object и в солом с наши наш солом с окном всегда скоро мы работаем и здесь настроить настраивайте флаги напомню для максовских что в кимсе это настраивается вот тут модификатором мэш будут настраивается мы обычно ставим вот эти модификаторы и когда я нажал apply flag присед он просто автоматически их выставил тут также есть такие значения как масса где он там спрятано вот ну для интерьер нас то не волнует это за флаги мы выставили у нас бивейдж геометрия для интерьера всегда и что мы делаем мы заканчиваем наш коллизий у коллизий тоже создали казалось бы все как бы да все так да не так потому что я напомню интерьер все-таки самая сложная часть это важно не визуально настроить это даже легко а оптимизировать так чтобы работала хорошо а не просто красиво выглядело работала правильно для этого мы переходим с вами в последнюю вкладочку который называется аркта и финишин здесь смотрите alt h чтобы распрятать все что есть у меня в сцене чтобы например я сейчас поднял коллизий у меня под ней был наш шел еще и теперь что я делаю я выбираю свой shell и создаю войти войти зачем он нужен это мета информация вашего интерьера таким образом игра понимает ага есть модель у нее вот такой размер у нее вот так вот столько комнат она заспавнена вот тут то есть просьбая код за интерьером потому что все что мы делали сейчас просто геометрия до текстуры которых не привязаны ну коллизия а где же что игра все будет понимать что с этим делать да вот сейчас мы это и настраиваем для этого используем файл под названием войти войпи мы его переименовываем я обычно все именно одинаково то есть first salams mlo теперь очень важно повторять за мной этот процесс очень автоматизирован в саламзе в прошлом видео тоже об этом много говорил но сейчас подробно об этом тоже скажу вы выделяете ваш shell и когда у вас тут выделено бейс как бы базовый темплейт базовый шаблон нажимаете auto create from selected то есть автоматически создал вам темплейт всю вашу информацию вам даже не думать что это такое если вы не знаете правда вообще блендер он довольно но brain для сулам за вам вообще можно не понимать что это значит просто кликайте экспортируете однако оставлю ссылку в описании все что это значит но и сейчас расскажу физик дикшина откуда брать колитию так еще не откуда брать текстуры так что дикшины мы с вами создадим поэтому давайте напишем тут так же дикшинари форс лампти xd так же дикшина то есть куда мы сылаемся за текстурами мы позже отдельно создадим все остальное вас не интересует для интерьера но это был наш бэйс до базовый архетип то есть наш shell наши стены пол он базовый но я вам повторяю интерьер вообще важная отдельная вещь в gta который работает по своим правилам нас интересует не базовый теперь когда выделяем наш мло не зря назвали мло нашу коллизию потому что тут мы кликаем на мло и нажимаем auto create from selected именно выделив вот в сцене все у нас создается с вами войти вайпе для вашего интерьера для максим напомню я кидал он целый темплейт и отдельные где вы качать с моего дискорда и вручную пишите настраивайте до гораздо круче и удобнее это в блендере настроена стоит признать теперь настраиваем непосредственно наши комнаты не зря мы потеряли их коллизии мы поделим их и и здесь смотрите с вашим мло выделенным вот окно туз да и нажимаете create limbo room limbo это внешний мир то есть все интерьеры должны носить комнату limbo то есть потому что в интерьер вы оттуда входите и всегда у вас будет комната limbo поэтому это целая отдельная кнопка вы его не переименовывайте просто всегда ну запомните всегда надо нажимать и тут он вам создал как сказать размеры видите показал автоматически посчитал boundary box границы рендера то есть все что вне этих размеров не рендерится когда вы вне интерьера соответственно если поставить объект вот сюда у нас не рендерит потому что не попадает в этот boundary box границ рендера он вам создал автоматически а мы создаем новую комнату называем ее например комната 1 а комната 1 у нас с это вот эта комната вот начальная мы живет отделить так по коллизии так вот мы и создаем теперь нам надо посчитать boundary box как мы это сделаем смотрите чтобы посчитать коробку бокс английского вам нужно две точки две вершинки вот отсюда сюда и тогда вам компьютер сам посчитает ребра для куба система такая же да соответственно для этого все что нам нужно это просто показать границы пола вот он уже понял вас ширину отсюда до сюда а теперь границу высоты то есть вот так вот этого ему будет достаточно чтобы создать границу для второй комнаты вот они может плохо видно видео но как бы вот они там тоже видны видна коробка да это нас комната 2 мы создаем вторую комнату вернее ну как бы официально третью называемая комната 3 2 и тут уже тоже самое вот выделяем стенку то есть высоту и длину можно сказать ширину в 3d пространстве и set bounce создаем boundary box границы критически легко это сделать блендере максимум ряды точки по вершинкам настраивали вписывали вообще все сама работа сама считает конечно бесконечно удобно и так можно создать три комнаты посчитали 3 boundary box а ну примерно 20 минут максимум с бета заняло надо признать но все равно макс мне больше нравится именно не для gta в целом здесь смотрите очень важно для limbo внешнего мира комната внешний мир прописать наш интерьер зачем мы это сделаем смотрите это просто логикой нужно понять интерьер спавнится во внешнем мире на то есть вот куда-то вы можете войти в реальной жизни да можно подумать в игре он всегда где-то стоит по каким-то мировым координатам мы затем и взяли мировые координаты так значит надо его в комнату внешнего мира и вставить как сущность как эндите как объект потому что он всегда должен находиться на мировых координатах поэтому мы заходим в эндите то есть сущности выделяем наш shell то есть да нашу с наши стены и пол и нажимаем этот объект с энте добавить как сущность эндите это вот прям отдельная вещь это вот конкретные вот эндите это где они заспавлены по интерьеру по координатам интерьера мы добавляем сначала как эндите все возвращаемся в комнаты и в limbo мы добавляем эту этот эндите вернее обратно видите room limbo то есть он теперь привязан комнате limbo здесь это может быть не очевидно но в код вокер мы перейдем я визуально покажу что это значит в первый раз наверняка вы сильно путаетесь но опять же досмотрите до конца вас все сложится в одну большую картину когда я покажу в визуализаторе код вокер что это значит но как бы это отличать профессионала от новичка что у вас все настроено правильно и вы разбираетесь теперь настроим порталы что такое порталы конечно все знают про портала отдельное видео ставлю ссылку в описании но если вы совсем новичок вот я выделил целый интерьер что мы сейчас увидим в игре и когда мы заходим мы пересекаем портал этой синенькие линии что это значит значит игра понимать все мы покинули зону экстерьера внешнего мира и теперь мы играем по правилам интерьера мы перешли в интерьер понимает он вам это напомнит также благодаря потому что портал функционирует по системе room айти то есть коллизии которым привязали пол в котором айти мы с вами настроили уже но чтобы игра поняла что room айти должны меняться мы должны пересечь порталы то есть портал это не телепортация а из комнаты в комнату вот выглядит они так как синяя линия и вот ваш pet персонаж пересекает дверном проеме этот портал игра понимает все все я отгружаю на кинада я нахожусь в этой комнате понимаю паром айти многие персонажи теперь в этой комнате я гружу пропы этой комнаты и вот это мы с вами сейчас легко быстро интерактивно в блендере настроим давайте перейдем к этому в максе у нас занимал гораздо больше времени здесь легко разумеется переходите в отдельное окно порталов и здесь запоминаем портал это любое любое отверстие который ведет внешний мир вы можете даже его сами не пересекать как персонаж поэтому я показал вам окном который мы тоже сделаем смотрите как считаем портал снизу справа переходим режим вертик вершинок в этот мод и выделяем 1 2 3 4 потому что я вам повторяю что построить портал квадрат вот он убирает он четыре точки и вот так вот проводит портал соответственно четыре точки выделены нажимаем create from select from бёртиса selected vertices вот ваш портал визуально показан стрелочка смотрит снаружи так должно быть обязательно снаружи куда он ведет этот портал с limbo в limbo то есть лим будет нас комната 0 всегда помните мы ставили room айди 12 и вам сможете там 32 ромайте сделать комнаты в интерьере но нулевая комната всегда limbo и поэтому сейчас у нас идет и как из limbo в limbo из 0 0 но это неправильно то есть стрелочка снаружи соответственно она ведет всегда запоминайте правильная стройка из 1 в 0 из room айди в ноль то есть из нашей комнаты которую мы назвали комната 1 и замысловато в комнату limbo из 1 0 2 портал следует абсолютно тем же принципам признакам новый портал плюсик апдейт франвертис он вам создал и он тоже ведет из первой комнаты в limbo если вы не поставите здесь портал что у вас будет через этот портал вы проходите вы находитесь в интерьере окно вас ничего не рендерит вас просто будет там голубизна окно просто не понимает что вы можете здесь смотреть в реальный мир по его мнению там стена и вы ничего не видеть а вы ему говорите нет и нет тут окно вот я вырезал портал всем не рендере так это работает и соответственно наши четыре точки вот тут вот в комнату 2 поэтому я вам поэтому я решил что нам нужно создать еще одну комнату чтобы как это в интерьере настраивается они только в экстерьере мы создаем новый и идет он уже не в limbo а из 2 в 1 понятно апдейт франверсис вот тоже стрелочка снаружи все буквально все у нас макси занимала это ну 10 минут 15 точно все довольно просто блендере теперь буквально мы просто должны сэкспортировать наши файлы для этого мы нажимаем кнопочку экспорт войти в api xml то есть наши медданные которые мы только что создали вот эти вот для нашего интерьера и я экспортирую это в папку прогресс 1 спорта в аппекте мы не закрывайте так но не плане закрывать и плане на н а плане не генерировать ничего нового потому что если вы ошибетесь вам нужно будет перегенерировать еще раз это ну как бы не закрывать спрячем кати ваймэп наш прошлый который стать все на координаты его можно удалить теперь мы не заканчиваем нашу работу полностью мы сейчас экспортируем давайте все кроме вот вот этого нам не нужен сейчас экстерьер пока еще мы экспортируем файлы интерьера английской клавиша а чтобы выделить в английская экспорт кодбокер xml также мы импортировали мы на ту же кнопку экспортируем и опять в шаг 1 он нас экспортировал этим перейдем сюда мы в это убедимся опять же можно просто даже открыть блокнотом уже но gta формат мы переведем эти файлы через кодбокер рпф экспорт после того как мы редактируем коллизию потому что я спрошу не забывайте мы с вами сделали коллизию для интерьера мы сделали модель интерьера мы с вами отредактировали экстерьер даже но я вам напомню каждая модель существенная обладает столкновением коллизии соответственно вот здесь вот стоят объекты которые помешают вам войти в интерьер вы будете врезаться в стенку потому что игра не рад не задумывала что здесь будет интерьер правильно что вы делаете да все то же самое смотрите кодбокере на курсоре переходите на английскую на на коллижен столкновение control and чтобы открыть проект чтобы также взять имя выбираете квадратик который точно двигает что у вас занято да и копируйте вот этот имя селекшен от хай вот как бы от после двоеточие до . вайбин и потому что boundary коллижи столкновение вам откроется куча всего вы берете только то что вы непосредственно взяли из припиской хай и чай хай это для пуль а без приписки это для столкновения нам нужно будет отредактировать оба и просто импортируете коллизии кстати так дольше импортируется и сложнее работает блендере на тому что больше как бы различных объектов но когда она импортируется будет выглядеть вот так это же подлагивает поэтому давайте спрячем сначала коллизию хай спрячем смотрите select hierarchy английской и чтобы спрятать все счет поменьше предлагать а теперь мы берем наш интерьер и вот где а этом значение из блокнота мы подставляем обратно чтобы он встал на то место где в мировых координатах а коллизия у нас напомню стоит на мировых координатах стоял наш интерьер вот он тут стоит сейчас узнаете просто зачем мы это делаем и повернем на минус 20 не забываем минус 20 20 помню изолируем да правильно на слэш изолирование зачем я это сделал чем его сюда привел потому смотрите у нас когда мы уделяем коллизию нас такая гигантская коробка будет это сделано для оптимизации то что зачем создавать четыре коробки по стенам потому что если все равно персонаж будет в них вырезаться поэтому одна большая коробка здесь существует нам нужно будет ее отредактировать для этого мы знаем наш дверный проем и для этого мы стали наш интерьер поэтому мы просто нажимаем scale английская s но скейли не по общему масштабу скейлим полуай то есть можем на вай он скелит по мировым как бы значением глобальной поэтому s y y только s x x чтобы он скейлил по локальным значениям может перейти также в эдит мод альцет и вот как бы вай вай x x двигать по значениям локальным и теперь наше коллизии спереди убрано но по бокам коллизии здания нет будете проваливаться что мы делаем мы дублируем шифт d по иксу ротейт z 90 go x y y c c вернее тупо локальным можно запутаться вот настала первая стена ну допустим шивди по xx настала вторая стена не будем сейчас очень много времени этому уделять но естественно вы очень трепет и должны к этому должны к этому отнестись потому что иначе ваш персонаж будет проваливаться и теперь самое главное вход для наш интерьер shift d x x и вот это уже как бы вы отредактировались тут не стоял ваш интерьер потому что tab 16 уделяем допустим это у нас идет вот до сюда а вот это у нас идет вот до сюда а если у нас не было интерьера мы бы ну вставленным мы бы не знали до куда вести этот блок да и следующий потому что мы копируем еще раз и его блоки тоже двигаем альцет вы себе ведь да вот в режиме редактирования альцет теперь вершинки видно и вот как бы вот так вот вставляете ну в идеале еще вставить один конечно вот тут иначе иначе вы сможете пропрыгать внутрь и да через верх пролезть через дверь shift d rotate z 90 а нет че зачем нам это и делать мы просто придем режим редактирования поднимем по z вот до сюда то есть видите мы импортируя по координатам наш интерьер точно знаем наши границы как его вырезать соответственно сделав это с основной коллизии мы alt h чтобы распрятать все в режиме объектов мы спрячем теперь ее след к иерарке спрячем и вот хай наш коллизия пуль тут просто полигончик его проще удалить так обычная коллизия есть просто удалить x как чтобы дарит у нас два в данном случае и все теперь ваши пули тоже будут работать в интерьере проходить сквозь интерьер и теперь давайте спрячем все в нашей сцене что мы не хотим экспортировать select а сначала все распрячем потом спрячем что не хотим экспортирую через control select а архе и ч спрятать теперь а чтобы выделить все что нас осталось в цене много подлагивает даже и экспортируем нашу коллизию все значит небольшой рекап мы отредактировали экстерьер адрик так отредактировали коллизию экстерьера отредактировали наш интерьер по материалам создать для него коллизию настроили метафайлы чтобы наших средств стал по мировым координатам интерьер последний шам осталось сделать это экспортирует сам наш экстерьер потому что я напомню здание там и вырезали дверь а если мы не экспортируем как же игра поймет что надо его вырезать соответственно дайте опять спрячу все со сцены можно даже удалить на пока спрячем и вот тут вот просто по мир выставляем transform обратно на 0 тоже мы поставили по мировым координатам а экспортировать надо по нулевым координатам из rotation z и экспортируем это тоже экстерьер и вот нас тут все у нас появилось давайте по разберемся байпи она это наша коллизия которым мы отредактировали из мира по мировым координатам мировая коллизия вот это наш экстерьер где мы вырезали дверь нам это необходимо иначе мне ну как бы мы зайдем в интерьер . люди мы отредактировали но у нас дверь будет искусная перед лицом shell это наша геометрия пол стены с текстурами мл а это наш экстерьер это наш интерьер коллизия войбин этаж и коллизии нашего интерьера с настроенными рум айди войти вопи мета информация которая все это просто объединяет в себя теперь давайте импортируем это вход walker xml что перейти все в gta формат для этого вам надо перейти в папку апдейт папку x64 папку dlc packs и здесь папке dlc packs создать свой собственный дел си ведь вы добавляете аддоном в игру вашего интерьера раньше раньше в игре не было правой кнопкой мыши вот здесь вот кликаете new folder называть как хотите да ну тест blender мло например тут по алфавиту все отсортировано но можете найти по поиску в ней смотрите очень важно вот как по примеру сверху создаете dlc рпф это архив просто правой кнопкой мыши потом правой кнопкой мыши сдаете new folder x64 сейчас скажу чем все нужно заходите в нее создаете тут папочку level заходите нее создаете папочку gta 5 и последнее внутри gta 5 вы создаете архив дел си архив дел сет просто архив был серпе формат и называете его уже финально хотите для опять же first со ламс мл а и уже внутрь только вот этого архива вы просто драгон дропаете перекидывайте ваши файлики он их конвертирует в gta формат зачем это делаем только тогда тогда и только тогда ваш код локер сможет прочитать эти файлы он сможет загрузить их потому что когда мы перезагрузим код локер чтобы открыть наш интерьер в игре ведь он все загружает сканирует апдейты x64 и так раз где мы сейчас были и он загрузит как бы свою память в свою работу ваши от редактированных файла которые мы добавили час аддоном иначе вы просто не увидите их не сможете редактировать в игре в код локере где угодно теперь соответственно непосредственно переходим в код локер где мы увидим наш интерьер вот сразу придет код локер вы уже видите что здание отрезано значит вы правильно создали ваш как бы дел серпев внутри explorer вы правильно создали свои deals есть у вас этого не показывается в этом ошибка код локер не считает ваши файлы теперь давайте заспавлен наш интерьер как это делать смотрите control n файл new by map файл by map это значит файл окружением напоминаю экстерьера то есть вот здание до проспавнить что-то такое но почему интерьер туда идет потому что я вам повторяю в интерьер всегда можно зайти с внешнего мира с лимбус экстерьера соответственно он всегда должен существовать в внешнем мире то есть спавни моего как сущность во внешнем мире но как бы внутри все работают по правилам интерьера в этом смысл именуйте у как хотите я обычно минус first как бы по названию модели войдя архивстом и ло перс солом с мало и в конце приписка replacement кто-то пишет майло ну я отпишу place на то есть так координаты где он проставлен потом by map new and эти новая сущность то есть объект сам наш мл а тут нас спавится яйцо по дефолту не пугайтесь это нормально переходите в аркет экспор и ищите ваш вайбе нкин писано мл f2 я сейчас нажал как чтобы скопировать название и пишите вот сюда и валя появляется ваш интерьер но блин как там ставить угла нужно вручную что ли да нет же мы специально записали координаты перед этим вот таком формате чтобы просто вставить их вот сюда вот мы уже видим где он и нажав go to мы к нему телепортируемся правда с ужасным зумом поэтому что на английскую z нажать чтобы скорость свое уменьшить и мы ничего не видим но это прикол код вокер мы не стесняемся мы копируем вот этот вот путь просто берем наш вайм и нажимаем файл с с вот по этому пути в папочку прогресс закрываем проект я просто открываем его еще раз и код вокер уже вам зарендерит вот ваш интерьер но проблема он повернут а я вам напоминаю мы записали z минус 20 соответственно вы заходите обратно вашу сущность и просто где окошечко вот x y z 3 минус 20 все насколько точно и хорошо вас все проставлено таким методом я вам напомню вот они наши самые порталы вот наш второй портал портал окна вот наш первый портал где стоит дверь в теории вот наш второй портал соответственно теперь я вам покажу как добавить объекты ваш интерьер до проб и модели и правильно оптимизировать это короткая сам простая легкая и приятная часть но для этого необходимо открыть войти войти файл вашего интерьера в мэпе мы только спавним объект и только где он находится буквально только координаты поэтому сейчас переходим в войти войти файл это непосредственно внутренний настройки интерьера вот я его скинул чтобы его просто открыть потому что сейчас я пойду вот файл open open files и вот открывай войти войти файл и тут уже все наши настройки наглядно видны например вот наш это от архетип наш пейс темплейт который мы создали а вот наш мло который мы создали помните вот в окошечке вот этом вот вот это наш окно все интерактивно открываем наш мло тут наши комнаты которые мы прописали limbo с границами которые мы прописали там это это первая вторая комната три наших портала вот они проспавлены вот по таким вот вершинкам xyz три вершины 12 16 4 на 4 координат 12 координат и соответственно что мы делаем смотрите как добавить объекты выбирайте комнату вот к нулевой комнате к limbo зачем мы привязали shell вот комнате 0 всегда вас только limbo в комнате limbo сюда вас только shell ваш сам пол и стены как проб ну чтобы распавнить объект проб модель мы также переходим обратно на наш плебмастерс нам нужна дверь скажем да мы ничего не измеряли но мы возьмем вот первую упавшуюся и чтобы прикрепить дверь вам нужно сделать это к порталу прикрепить к порталу наш первый портал вот он да это можно проверить проверить подвигов первую вершинку снизу справа чтобы был вот видите вот надвигается значит правильный портал добавляем к ней сущность какую дверь и теперь сущность проб привязана к порталу это важно и правильно делать дверь это здоровенная ну допустим вот так остальные пропы должны быть уже внутри комнат привязаны комнатами то есть смотрите вот первая наша комната здесь заспавним яйцо вот нас по дефолту спавнится очень важно спавнить это так чтобы видели что все работает потому что во второй комнате мы проспавним например яйцо вот видите я выбрал вторую комнату и там уже добавил с выведенной второй комнаты нажал добавить проб и здесь мы проспавним уже на конец растения до план такое и зачем я это делаю поскольку у нас вот тут вот настроен портал вот ровно вот за вот этим дверным проект проходом как бы если вы настроили портала неправильно вот тут вы не будете видеть тот объект то есть значит игра думать что они грузится не должны они очевидно должны грузить то что вы на них смотрите поэтому я вот таким вот образом расставил объекты вот даже этот портал я могу специально сломать что вам наглядно показать что например вот да скажем по игреку я его отправлю вернее по иксу отправлю его вот сюда вот сюда да то есть нас как бы пол портала посмотрим к чему это приведет сохраняйте ваш white и вайпи и последнее что вы должны сделать вообще для вашего интерьера это вот перейти в режим окклюжен это как бы окклюжен это вот видите у нас здание за здание ничего не должно рендериться поэтому в здание напихали тоже окклюжен боксы такие иногда их нужно выделять по полигон на то есть от удалять эту project удалять как бы теле там по полигонам нашем случае это вот большой синий бокс большая синяя коробка его нужно удалять внутри ваших интерьеров потому что ну они просто мешают рендериться вашим объектом соответственно выделив бокс вы можете просто подвинуть можете его заскелить потому что таки это не оптимизировано его полностью удалять просто ставьте туда где как бы здание где не проходит персонаж и не затрагивает ваш интерьер в противном случае вам модно прекрасненькие вам нужно вот так вот выдали и выделяйте из делит удалять понятно да и соответственно этот файл вы тоже вы сохраняете все окклюжен они ваймэп и и как бы вот давайте сбросим все файлы наши в одно место кроме этого вида что мы его отредактировали и вот все наш файл интерьера много дофига сложно но если вы это за мастер эти вы станете экспертом и профессионал давайте перейдем в игру и посмотрим как это выглядит забавно но разумеется их забыл основополагающий файл который спавнит ваш интерьер в игру как отдельный dlc он называется манифест то есть мы идем в tools манифест generator дирейт сейф и сохраняйте опять же туда же и стримите со всеми вашими файлами то есть это обязательный файл вылет он вот так вот без него нельзя запустить не появится ваш интерьер в игре или какие-то объекты тоже не появится делать я буду это через платформу файл м ссылку как создать свой файл мсер чтобы проверять ваши изменения перед отправкой там на заказ и так далее как разработчики оставлю в описании создаете просто вот как стримить создаете папочку называете first мл вон внутри создаете папочку с названием стрим то есть стрим файлов закидывайте сюда все эти файлы рядом создаете файл под названием текст и файл простой fx манифест . луа внутри fx манифеста мы должны записать просто вот эти вот слова ничего больше игра gta 5 версия манифеста и это map то есть это маппинг проще говоря да сохраняете закрываете этот фикс манифест можно найти в описании можете меня дискорд просить кого угодно вписать вручную это все все знают до базы вы всегда должны вот так создавать потом вы берете название вашего вашей папки в папке ресурсы переходите в сервер . кфг и пишите иншер то есть запустить вот этот ресурс потом запускаете ваш сервер кто-то доделать на рейдж mp не опять же все таки превалирующая партформа в твоем она превосходит однозначно и вот вас все запускается переходим теперь в игру и проверяем наши изменения вот мы в игре и видим что наш интерьер тоже в игре давайте просто зайдем нашу дверь увидим наше окно который работает плохо потому что мы специально вот так настроили нам еще повезло что она так работает могло быть а вот ведь вот эти синие появляются тут синие они бы вас везде если они поставили портал себе с портал нужно не только даже для оптимизации мы постреляем пострелем сквозь чтобы увидеть что коллизия пуль ушла мы постреляем по полу смотрите пол пол звука цемента да здесь у нас дерево потому что он так настроили в блендере теперь смотрите очень важно проверить вы должны нажать на в английскую перейти первое лицо если у вас ничего не исчезает то все настроили правильно теперь перейдем ко второму порталу ничего не исчезает смотря на него первое лицо перейду сюда смотрю через первое лицо ничего не исчезает зачем я это делаю то уж так вы проверяете правильно работать ваши порталы или нет если перри приходит первое лицо у вас что-то исчезает пропы интерьер целиком вы настроили портала и room id неправильно нужно идти в коллизию и пересматривать как вы это сделали конкретно room id конечно что же это конец видео пишите в комментарии что было непонятно обязательно ответим на ваши вопросы это наверняка было тяжело сперва если вы совсем новичок но поверьте мне с чем больше практики тем будет лучше это вот проще всего кликать вместе со мной где-то вы ошибетесь где-то повторите и в итоге станете мастером вы станете экспертом только когда через все пройдете сами этот туториал не больше чем ваша база ваша помощь чтобы вы смогли разобраться что делают кнопки а дальше вы справитесь сами конечно из вас останутся вопросы обязательно переходите в мой дискорд канал где я помогаю по блендеру по 3d максу содержится оружием так далее на русском на английском языке дальше туториалы будут на английском под той же теме что я уже снял по-русски и буду скоро стримить опять же на 3 че стрим для на английском языке спасибо что посмотрели большое спасибо за поддержку не теряюсь не теряемся ждем gta 6 дальше всего будет очень много классного пишите понятно ли было видео берегите себя и пока